Автор нескольких работ, в том числе «Пионеры и партизаны. Устная история нацистского геноцида в Беларуси». Насколько я знаю, не была переведена пока эта работа. Аника занималась несколько лет интервьюированием людей, которые выжили после Холокоста, после оккупации. И тоже это является одной из сфер интересов, это вот вербальная история, то есть, правильно я понимаю, устная история, методология устной истории. И сегодня тоже будут отсылки к этой теме. А вообще область интересов преподавания, история, память Второй мировой войны и Холокоста, нацистского геноцида. И то, что мне тоже кажется очень важным и интересным, то, что как-то очень редко звучит тут наша историография, гендерные возрастные аспекты выживания. Я надеюсь, сегодня мы тоже услышим об этом. Аня Кавальков. Спасибо. Я, как вы уже знаете, у меня русский язык не родное, так что я прошу терпения. Но я стараюсь, но я буду читать немного. Я надеюсь, что это все нормально будет. Вот. Никто не знал о моем существовании. Никто не знал, и я тоже ничего не знал. То уж потом, в 1948 году я знал, что он жив. Вот Леонид Лович в Голборах здесь рассказывает о трудностях восстановить свою жизнь после Второй мировой войны. То есть после окончания немецкой оккупации, Советского Союза и после геноцида, в результате чего погибли 2 миллиона советских жителей и 800 тысяч евреев именно в Белоруссии. В Кольборах после войны был суротой, его мать и двухсестер убили, папа пропал без вести. И дядя, который жил в глубине СССР, не знал, что Леонид жив, и попал в ряд совсем немногих евреев, переживших геноцидов в Пишенковичах, местечко в восточной Белоруссии. В феврале 1942 года там немецкие каратели расстреливали больше тысячи евреев. Таким образом уничтожили и предвоенные сообщества Пишенковича, а в рамках чего жилось довольно мирно. Лена Лукович Ковар говорит, что до войны хорошее, там все было нормально, у меня не было никакого, понимаете, не было никакого давления евреев. В Белоруссии этого не было. Там спокойно было, никаких там не было, жили там Белоруссии, евреи жили. Наверное, и Белоруссии разговаривали на еврейском языке даже. В его семье все-таки обычно разговаривали на белорусском языке. А Ленин Белоруссии помнит, что ему даже было нужно по немогидиш. Значит, до войны быть евреем для него не имело важного значения, а он уничтожал себя членом советского сообщества. Еврейская принадлежность, прежде всего, выражалась как категория узаконенная советская политика по национальностям. И все это изменилось, когда немецкие войска захватили советскую текстурю и установили оккупационный режим на базе расовой иерархии. Общество растяло в тех, у которых тот шанс выжит, и в тех, которые должны были погибать, потому что они были евреями. В этом смысле цитата Ленина Львовича характеризирует трагедию белорусского еврейства, прежде всего тысячи молодых евреев, которые потеряли свои семьи, стали сиротами и лишились мира, в котором они чувствовали себя в безопасности. А цитату также можно воспринимать, как описание основной положения молодых советских евреев в советском обществе и до Европы во время войны, когда бы евреям требовало преодолевать своего присутствия и одновременного отсутствия. И это потому, что в 10-летний Леонид Львович убежал от расстрела евреев. Он выжил благодаря тому, что местные жители давали ему еду, и потому что в конечном метропе он поступал в партизанский отряд. Ну, в партизанский отряд поступал на Леонид Львович Голбрах, мальчик еврейского происхождения, но белорус по имени Леонида Васильевича Андриченко. Командир отряда имени Сталина Депутского района Михаил Сонников порекоменовал принимать другую имя и фамилию и таким образом скрывать еврейскую идентичность. В результате замалчивалась самопричина присутствия Леонида в партизанском отряде, тот факт, что он едва убежал от уничтожения, фактически исключая опыт молодого евреев из истории и памяти советского партизанского движения. Опыт для недолговечивания во время войны и 60-х после окончания войны эмплематический. Много евреев, которые родились и выросли в СССР в поздние 20-е и 30-е годы, пережили немецкую оккупацию, потом остались в СССР после войны, и они были в подобном положении. В рамках интервью по методологии «Усная история» я узнавала о вершизме и как они ее воспринимают. Рассказывает и привлекает наше внимание на то, что именно перспектива советского интернационализма и идеология равенства и равноправия, действующих в довоенный период, и шок, когда немецкие захватчики разбили эту перспективу, имеют огромное значение для проживших нацистского геноцида в Холокосте в Советском Союзе. А рассказы также предлагают, что советское государство предоставляет некую стабильность и ориентацию в контексте уничтожения и перемещения. В то же самое время это государство пропагандировало форму патриотизма, которая отстраняла право на национальное распознание, отказалась от борьбы против антиеврейского поведения и отказалась признавать, что нацистский режим выделял евреев для уничтожения. Так что в моей лекции сегодня стараюсь демонстрировать, как выжили молодые советские евреи в контексте, который был определен и предвоенным ожиданием и надеждой ассимилироваться, а также антиеврейского поведения и оккупантов, и местного населения, и партизан, а также стараниями местных жителей и партизан помогать евреям, которые убежали из гетто. Я должна сказать, что большинство респондентов родились и жили в восточных частных Пелагуси и в Минске. То есть фокусом моим анализом являются те территории, которые выходили в состав СССР уже до 1939 года. Там есть разницы между предвоенной жизнью евреев в этих районах и в западных районах. Возможно, обсуждаем эти разницы во время дискуссии после лекции. Но я все равно стараюсь упоминать ситуацию в западных районах, в том числе и в Бресте. База моего исследования является более 100 интервью с выжившими Холокоста. Притом я сама брала интервью с 25 из них в России и Беларуси. Остальные интервью проводили сотрудниками архива Спелберга и тоже Вашингтонского музея Холокоста. Также они брали интервью в России и Беларуси в 90-х годах. Кроме того, я тоже использую материалы разных архивов, мемуаров и автобиографий. А занимаясь устной историей, неинтересно не только выкопать малоизвестную историю. Меня также интересует, как люди вспоминают, как они конструируют память и как они воспринимают свою собственную жизнь в рамках всего общего. Поэтому я приглашаю Вас обратить внимание не только на детали происходящего, а также на общую интерпретацию всяких социальных и политических перемен, которые дают респонденты. Я войнусь с этим вопросом в самом конце лекции. Чтобы оценивать значение уничтожения советских евреев, надо понимать, что этот геноцид Беларуси и других войн Советского Союза, то есть в Украине, на Кавказе, в приватских республиках, является одновременно основным элементом немецкой войны против Советского Союза, а он также был целью нацистского режима как таковой. Война против Советского Союза была мотивирована, она общая целью нацистского режима захватит так называемое жизненное пространство для немцев-арийцев и уничтожит так называемых нижних рас, особенно евреев, и тоже политических оппонентов. Тогда, когда нацисты выигрывали немецкие выборы в 1933 году и принимали руководство, немецкие ученые, интеллектуалы и военные профессионалы стали обсуждать планы для перестройки европейского континента, так называемый новый порядок. И этот порядок должен быть в соответствии с принципом раса и пространства. И так называемый генеральный план ОСТ предусматривал гармонизацию, а также порабощение части населения в Восточной Европе, а также уничтожение других. Войскам, включая военные, полицейские, СС и карательные отряды, разрушалось уничтожить коммунистов, комиссаров и всех тех, которых подбивали в противопротивлении. Очевидно, это способствовало уничтожению партизан, тех, которые им помогали или могли бы помогать, а также евреев, убежавших с гетто. Также удочинили, что местное население Восточной Европы надо мобилизовать в так называемые шутсмандшафты, полицейские, которые поддерживают карательные отряды. И все эти планы проспосабливали жестокую войну против советского населения, которые также предоставляли возможность уничтожать советских евреев. В Беларуси евреев было много. Когда немецкие войска захватили Советский Союз в июне 1941 года, они напали на большую черту остерности. Этот район, который до революции, также потом являлся центром Восточноевропейского еврейства. И за концентрацией еврейского населения район был основным объектом нацистских планов установить новый европейский порядок и так называемые решения еврейского вопроса. В некоторых городах и местечках большинство жителей, то есть больше 50% были еврейными. Это, например, касается Минск, Финск, Могилев, Бокруйск, Митевск или Гумер. В целом, больше 2 миллиона евреев Беларуси, Украины и некоторых районов РССР попали под немецкий оккупационный режим. Плюс еще 400 польских евреев, которые сбежали в СССР в начале войны в 29-м году. 90% из них жили в 50 городах. Многие из них работали врачами, учителями, стойлеров и швейниками. То есть они занимались профессиями, которые были не очень пригодны для овраганной экономии, которые планировали немцы, по крайней мере, только до какой-то степени. С другой стороны, немцы тоже встретили советское еврейство, которое было в процессе сильной трансформации. В 30-е годы в советском обществе пропагандировали секуляриацию и советизацию. Еврейские традиции все меньше и меньше определили культурные практики и просветленную жизнью, и национальные институции, как синагоги, школы, театры и т.д. были закрыты. Наоборот, советская власть агитировала соучастие всех в общесоветских учреждениях и организациях. И для молодожь этот процесс способствовал самоидентификации как советских граждан. Европейское происхождение имело мало значения для них. Вот Борис Михайлович Каперин, например, говорит «Дедушка был очень набережный. Моя мама все ему отъянно готовила. До него была отъянная посуда. И он каждое утро молился, уходил в синагогу. У него была синагога, свое место. Ну, он мне хотел учить юриду, но когда в школах все это дело не приветствовало, я убежал и не хотел». Так что молодые советские люди часто интегрировали в советское сообщество и поступали в пионерах, а не в религиозные организации. Некоторые респонденты подчеркнули стремление их родителей говорить на русском или бета-русском вместо идешь, и что для них своя национальность не было важно. Лита Абрамовна Кажин говорит «У нас не было разницы между русскими, евреями и белорусами. Когда в третьем классе у меня спросили мою национальность, я сказала, что я спрошу маму. Я не знала, что такое. Вот так мы жили. Это же были советские времена. Я выросла в советском государстве». Лита Кажин, как многие другие, тоже была пионеркой, а ее семья не соблюдала еврейских традиций. Подобным образом Элина Аскарна Траппина рассказывает «Я была атеистка. Я воспитывалась в атеистической семье. Хотя дедушка у меня был очень верующий, но папа с мамой нет. У меня дедушка был очень набухный человек, но он чел оттенал. И он соблюдал все. Но у нас, я не знаю, сразу видно советская власть. Все и никто не соблюдал». Совместно с эквиларизацией изменились и гендерные воли. Женщин принимали как равные, они поступили в трудовые коллективы, они заняли руководящие позиции и активно участвовали в строительстве и защите страны. Мы, конечно, тоже знаем, что женщины носили двойную нагрузку, работали на заводах, а также обеспечивали семью и домашнее хозяйство. Матери Токаштанов, например, Алисия Тулец, социальный перемен. Она работала с диспетчером на вокзале, а тоже занималась в БГТО и других организациях и кружках. Конечно, в 30-е годы также были периодом зачисток коммунистической партии при прессе реальных или воображаемых врагов народа и голода. Советская армия сильно страдала от ареста больших кадров, и в начале войны их не хватало, чтобы оказать эффективную защиту. В общем, можно сказать, что немецкое нападение действовало на бессощрительное сообщество. Уязвимое советских евреев было результатом того, что население жило сконцентрировано в некоторых местах. С другой стороны, большинство евреев, но особенно молодые, не воспринимали себя членом определенной группы и не могли представить себя, что их будет преследовать именно потому, что они были евреями. В конечном счете, молодые евреи, воспитанные в советских школах и активно участвующие в коммунистических организациях, не осознавали угрозу и опасность. До самого дня нападения советское руководство приглушало все сигналы вероятной войны, и советское население жило в вере того, что если завтра война, то врачи с темным и врага разгромен. В первые дни войны немецкое нападение показалось как нападение на советское общество и его население в целом. Но очень скоро евреи встретили антиеврейские склады и поведения, и нацистия уже составляли антиземитскую политику, стигмализации, отстранения и насилия. Очень скоро стало ясно, что для евреев будет особенно тяжело. Рассказывать я обрамовну о том, как ее семья старалась эвакуироваться с Минска, показательно. Он целяет на рост антиеврейского настроения среди советских граждан, так и на причине того, что большинство белорусского населения, евреи и неевреи, оказались под оккупацией. Каждане, то есть Рита, ее брат, мат, покинули Минск, когда они отзывали город. Они бежали в древню, где семья часто проводила летные каникулы. Папа их достал там. На третий день, конечно, к сожалению. Вечером уже начали в древню, где мы были, говорят, вот вы евреи, вы, и со вас немцы могут жить в древню. Потому что они знали, что мы евреи. Мы же там 12 лет на даче жили. Слышать это было невозможно. Тем более, что в то время, когда мы даже не представлялись, что такое антисемитизм. Ну и когда начинались вот эти разговоры, значит, мама с папой сразу собрались, и мы шли в город. Жить там некий было. Мы поселились во дворе. У нас остались там дома соседей. Дома были густее. Мы, значит, санили квартиру наших знакомых. Оказывается, идеология советского интернационализма неуспешно работала. Часть советского коллектива даже был готов допускать антисемитизм и расизм и отказался от помощи бессошибным людям. Немецкий оккупационный режим давил на советское население в целом. Власти конфессировали ценности и продукты, расстреливали коммунистов, интеллигенцию и ряд других жителей и депутировали тысячи людей на принудительный труд в Германии или в рабочих лагерях. Чаще всего депутировали все населения деревьев или по возрасту, или во время карательных акциях. С 45-го по 44-го года почти 3 миллионов советских граждан, в том числе больше 380 тысяч из Белоруссии и 630 тысяч советских военных пленников принудили на работу в немецких предприятиях, в ланицах, сельских хозяйствах и так далее. Более 5 миллионов советских солдат попали в плен. Из них больше чем 3 миллиона как-либо вследствие систематического голода или счастлива после. В общем, надо уточнить, что население на оккупированной территории прежде всего состоялось из женщин, прежде всего пожилых людей и детей. Большинство мужчин боеспособных волосостей были на фронте. Если у них немцы чаще всего арестовали или даже расстреливали в первые дни войны в рамках так называемых предупредительных акций. Те, кто остались, страдали от голода и от первого, прежде всего от так называемой антипартизанской войны. И в Беларуси, как вы знаете, уничтожали более 80 деревян, 186 из них не восстановили. И вы, наверное, все знаете о Хатене, урани комплекс, который напоминает вот это уничтожение деревян. Конечно, если война и оккупация наносили ущерб на весь советское население, возникает вопрос, почему надо обратить внимание на евреев? Были ли у них особые трудности? Преследовали их специально? Вернемся к рассказу Роди Абрамовны, чьи описание самых первых дней оккупации уже намекало на некое особое положение евреев, которых не только преследовали немцы, но, возможно, устраняли и местные жители. До войны в Минске жили около 70 тысяч евреев, половина населения. 19 июля 1941 года уже, то есть меньше месяца после немецкого нападения, все евреи должны были переехать в так называемый еврейский район, гетто, оцепленной колючей проволокой. В гетто многие из еврейских молодежи впервые узнавали, что они отличаются от других, что они евреи. Гетто – это было пространство преследований и вынужденной общинности. Евреи разных поколений, и юные пионеры, и старые наборные люди, жили по какому. Некоторые респонденты говорят, что они были в шоке, когда к ним относились как к людям, с которыми они не имели ничего общего. Например, Владимир Матвилевич опишет, что некоторые, особенно старые люди, стали направлять внимание на еврейские традиции или возобновали юдаизм, еврейскую религию. Для него это было бессмысленно. Говорит, примерно в полчаса нету еврейский Новый год. В сентябре моя бабушка привезла меня к преподавателю еврейского языка. Она была очень набожна и хотела, чтобы я учил язык. Мне это было смешно. Я всегда хотел уезжать оттуда. Мне это не нравилось. Молитвы для меня были непонятны. Они пугали меня. Кроме того, это было очень тесно. Рита Абрамовна, например, рассказывает, что нас, братом и родителям, и три других семей жили в одном комнате. Каждым человеком в старше в десяти лет предоставляют один с половиной квадратный метр жилплощад. Родители, как и всех взрослых, заставляли работать. Таким образом, получали еду. Чтобы кушать, надо обязательно было работать. Более всего, гетто являлось основным инструментом немецкой политики. Как видно, с этой хронологией. Гетто, чаще всего, были не только пространства, стигмонизация, унижение и насилие, но и убийство. Как и многие другие, Рита Абрамовна потеряла всех родственников. И, как-то, видно с этой хронологией, она была как-то вместе с многими. Папу немцы убили во время облавы 31 августа 1941 года. В этот день убили более тысячи мужчин и нескольких женщин. Тетю, дядю и двоюродного брата погибли во время погрома в ноябре 1941 года, когда немцы и пособники расстреливали до 18 тысяч евреев в Митском гетто. Этот погром состоял несколько дней до прибытия евреев из Германии и Венгрии, которые поселили в пустые дома советских евреев. Мама Риты Абрамовна погибла во время погрома 2 марта 1942 года, когда немцы убили до 8 тысяч нетрудно способнейших жителей гетто, то есть в основном это были дети, пожилые люди и больные. Розалию Фридман маму добили прямо на улице на ходу домой. Рита потом стала работать на предприятии Даймл Бенц. Компания в то время управляла танкоремонтную мастерскую в Минск. Этой работой Рита смогла достать питание для себя и для брата. Каждый день ее унижали, но кроме того она постоянно боялась, что брат пропадет в новую акцию уничтожения, например, в июне 1942 года, когда убили до 30 тысяч гузников гетто на расстрел. Через несколько месяцев она уговаривала немецкую руководителя цеха, чтобы он взял на работу Игришу. Мальчик стал курером по мастерской. Таким образом, и Рита, и Игриша получили скромную процеду и спасались. Опыт Риты Абрамовна здесь описан вкратце и так, чтобы можно только догадаться, как она воспринимала потери родителей близких, типичных для советских евреев в Белоруссии. В целом, в Белоруссии существовали 191 гетто, 100 в сападных районах, примерно, 91 на востоке. Вы видите, здесь два карты, это были разницы в форме администрации, вот в сападе были гражданские администрации, а вот на востоке Белоруссии до конца войны действия была военная администрация, военный округ. В принципе, можно сказать, что там, где было местечко, там и было гетто. Иногда такое гетто существовало только на несколько дней, иногда были несколько домов, и евреев собирали в одном сарае, иногда даже только поставили полицая или немец и сами караулилили, где евреи жили, иногда у нас установили подочер проводки. Так что обычно люди должны переехать в гетто с тем, что одевали и иногда разрешили привезти то, что могли таскать с собой. Но в большинство случаев люди не успели привезти очень много, потому что переселиться приказали очень быстро. Впоследствии многие поменяли одежду, посуду, обувь и так далее на еду. Почти везде евреям приказалось носить желтые ладки или мадин и тавид или звездочки. Так что было видно, если они покинули гетто. В больших и средних городах немцы назначали нескольку людей в так называемый юденрад, это еврейский совет. В местечках часто бывало, что одного человека назначали старостом. И старость и юденрад в принципе должны были передать немецкие приказы организовать рабочие колонии, и прочее. Всем жителям гетто старше 15 или 12 лет приказали работать. Это был единственным способом зарабатывать еду. Еврейское население, в отличие от других, не получало карточек на мясо, мало партия маленьких детей и кормящих матерей или пайков для больных. То есть только те работали получали еду. Евреи были обязаны сдавать меха, ткани, электродворы, велосипеды, еда из серебра и других цветных металлов, даже подушки и прочее. Чаще всего эти вещи потом переслали в Германию, где немецкое население получило. в Гетто, которые существовали некоторое время, немецкие каратели и их пособники ракурзально ворвались, унижая людей, а также чтобы расстреливать тех, которых немцы считали лишним, и тех, которые были вполне. В общем, можно сказать, что уничтожение случилось в нескольких войнах. В Гетто в 41-го года уничтожали еврейскую интеллигенцию, то есть адвокатов, учителей, чиновников, служащих. В конце лета включили и женщин детей. Прежде всего надо указаться здесь на поле где в середине августа убили 15 тысяч местных жителей, 95% из них были евреями. Убийство здесь произошло под видом так называемой антипартизанской кампании. В осени 41-го года уничтожали все Гетто и жители между Борисовым и Минском. В Минске убили тысячи евреев, чтобы освободить место для евреев из Сапова и Европы. Ранной весной 42-го года уничтожили ряд гетто в маленьких местечках, в том числе и в Шенковичах. Обычно убивали людей расстрелом либо прямо в гетто, либо в траншеях или ямах в окраине города, которые в результате стали братским могилом. в Минске и Бобруйске также использовались так называемые душегубками. Это грузовики, которые купили людей выхлопанным газом. В результате нужно сказать, что большинство белорусских евреев погибло до где-то 1942 года. Минск, самый крупный гетто в Белоруссии, а также один из самых больших во всю Европу, существовал до октября 1943 года, потому что в Минске находились предприятия, снабжавшие немецкий фронт, а также немецкая гражданская администрация. И то, и то нуждались еврейской ровной почи сирии, и поэтому гетто надо было сохранять на некоторое время. Подобная ситуация видна даже в западных районах, например, гетто в Белостоке открыли в августе 1941 года, там жили 43 тысячи евреев, и это гетто также существовало до сентября 1943 года, прежде всего потому что марксиские гетто работали на немецкую военную экономику, а пресское гетто здесь тоже существовало с текбря 1941 года до октября 1942 года. Здесь погибло около 16 тысяч евреев, большинство из них уфисли расстреливали в уронной корой. В заключении можно сказать, что аквационный режим предъявил систематическое насилие и травму, и травму, будто национальное советское общество. Нацистская политика оказалась скорым поворотом советских попыток установить многонациональное общество, в которых формально равны правил всех. В отличие от этого, нацистский режим употреблял национальные признаки, чтобы решать, кто будет жить и кто нет. В ответ некоторые евреи решили восстанавливать особые национальные и даже религиозные традиции, а молодым евреям надо было адаптировать к этой ситуации, включаясь изменявшие социальные отношения, нацистский террор и горе о потере родственников. В интервью часто стало ясно, что для них переворот от интернационализма в расизм был одним из самых главных изменений в ходе эвакции. С другой стороны, я хочу подчеркнуть здесь, что уничтожение советского еврейства сильно отличалось от хода еврейского преследования и уничтожения других европейских стран, в том числе западо-европейских стран. Там люди прожили несколько лет под оккупационным режимом, адаптируясь к разным ограничениям экономических, культурных и социальных возможностей. Потом, начиная с 1941-1942 года, немцы стали их депутировать в истребительные лагеря или, как мы видели, в советские территории, где их убили. Разница тут не только в том, что уничтожение Советского Союза начиналось намного быстрее после начала рации, но и прямо там, где люди жили. То есть, люди сами, их соседи стали свидетелем уничтожения. Здесь мы видим, например, Тратская могила Крышенковича, это прямо в лесу, около города, или даже в Минске, так называемая яма. там, вы видите, там, в принципе, люди, вот прямо разстреливали, люди в 42-м году. Значит, те территории, которые были оккупированы немцами, стали территорией убийства. Это, конечно, имеет очень важное значение для конструирования памятных в местах, как в Минске или в Крышенковичах. Это постоянная часть жизненных людей. Хотя в некоторых местах немцы старались даже уничтожать следы массового убийства. Начиная с мая 42-го года они составляли советских военнопленных, кузников гетто и местных жителей выкопали братские могилы, чтобы сжечь трупов и советских военных, которые были в могилах. Именно поэтому до сих пор некоторые места уничтожения неизвестны. Это, конечно, препятствует увековечиванию убитых, так и полного исследования и понятия истерпления. А для респондентов это чаще всего означает, что у них нет места, чтобы оплакивать родственников. Вернемся к вопросу выживания. Как удалось выжить девочкам и мальчикам, как Рита Абрамовна или Леонидович? Как справлялись сегодня с травмой и потерей семей? Как воспринимали изменения социальных отношений, в том числе стигмализацию и изоляцию? Как реагировали нееврейские соседи, друзья, сокурсники? В общем, надо сказать, что евреи в Беларуси могли считать на помощь нееврейского населения по большей мере, чем в других районах Восточной Европы и Советского Союза. Очень свежие исследования показывают, что в Беларуси были до 800 праведников миров. Это согласно израильскому закону памятной фатастрофе неевреек, спасавшие евреев годы нацистской оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью. Беларуси это больше всего женщины и христиане, которые спрятали евреев в убежавший расстрелы. И именно сегодня в Минске идет презентация новой книги о праведниках мира. Кому это интересно. Здесь оказывается в Беларуси местное население часто хвалывалось даже помогать немцам идентификации, арест или даже расстрелов. Были люди, которые участвовали в Великолепол коллаборационисты, но таких было намного больше в Украине и в Прибалтике. Немцы даже жаловались, что им не удалось ободреть белорусских на организации погромов. Декоративные отряды чаще всего состояли из шутсмандшафтин в Украине и Латвии. Причины с одной стороны коллабаний помочь захватчикам а с другой стороны поддержки белорусских семей для евреев не ясны. Но мне кажется, что история мультинациональной жизни в черте остетостей, отсутствие сильного выражения мононационального белорусского национализма в девятнадцатом веке, а возможно реальный интернационализм в тридцатые годы здесь имеет значение. В общем, помощь нееврея способствовала разной вели поддержки евреям, которые в конечном итоге спасли значительное число евреев. В общем, это, конечно, спаслось очень мало, но в виде общей ситуации можно сказать, что спасение этого мало кого числа. Это чудо. В самых гетто евреи должны найти способы выживания очень ситуативно, то есть без всякого плана и систематического рассмышления, что и как можно сделать. В Бешенковичах, как и в Минске, дети часто стали вырваться из гетто, чтобы встретить соседов или других знакомых, которые им передали еду. Рита Абрамовна, например, рассказывает о том, как предвоенные отношения стали самыми важными способами выживания. Мы жили очень тяжело. В неделю давали буханку хлеба на всю семью. Это было все. Больше ничего не было. Те, у кого остались квартиры, значит, они меняли свои вещи. Мы же общались с народом по проволоку, так тайком, хотя все это было запрещено. И пока был жив отец, даже по проволоку приходила наша домработница Маруся. Она у нас 12 лет работала, она нас вырастила. Она была как член семьи. Она иногда приносила, но после того, как папа не встала, она, значит, уже не могла приходить. Ну, я была очень красивой девочкой, у меня были такие косы белые, каждая коса была в кулак. И она иногда меня тайком попробовала пособирала к себе деревню, подкормиться немножко. И когда мы шли по улице, она старалась надвинуть мне платок на глаза, чтобы моего лица не было видно, чтобы ни один немец не проходил, чтобы не остановиться и не посмотреть. Они могли делать все, что угодно. Вот, она меня вот так прятала. И здесь, значит, я иногда стала выходить по проволоку к знакомым. И они знали, если я пришла, нужно на корме и что-нибудь дать с собой. Они знали, в каком положении мы находимся. Так что связи с русскими или белорусскими также обеспечивали убежище во время акций массового убийства. Почти все респонденты, которые были в Минском гетов, говорят о том, что во время таких погромов они вышли из гетов и спрятались в подпале и на черепке у друзей. Помимо помощи из вне гетов, люди помогали друг другу найти питание, средства отопления, а также медицинскую помощь. Лита Абрамовна, например, получила кусок хлеба и чашу полани на работе. Кроме того, ее подруга Лита Парфинчук, которая работала на кухне в Мастерской, видела ее оставить банку где-то на углу, налила ее супом и вечером Лита приносила суп в рату. Во время акции уничтожения в гетов кузники часто скрывались в так называемых малинах. Группы узников или семей построили это убежище под полом, в саде печей или на чердаке. Елена Аскаровна рассказывает о том, когда она выжила во время погона 20 ноября 41 года, когда убили до 18 тысяч евреев. Что такое малина? Ну, малину это сделали мужчине с шестью закрыли эту деревенную часть и повесили воревку. Ну, можно с вами читать это длинная цитата. Ну, в принципе, там выяснится, что там было очень тесно и много людей даже душили в этих малинах, потому что там не было места стоять и душить. И очень часто дети страдали, а тоже пожалели люди очень часто страдали, потому что они решили оставаться в квартире, чтобы покрывать малину, а потом немцы их нашли и убили. Поэтому больше всего страдали в гетто самые младшие и также самые старые люди. В разных местах Беларуси узники гетто старались сопротивляться иначе. Дисней, Шарковщина, Незвичек узники поджигали дома, когда немцы вошли в гетто, чтобы его уничтожить. Слонями Незвичек копил, Миры, Каменец и Белостоки узники вооружались лопатами и другими самодельными средствами самосрешитой и просились накарателей. В большинстве случаев люди знали, что, скорее всего, это символическое сопроверение, что им невозможно остановить убийство. Но в разных случаях эти акции способствовали побег некоторых евреев лес. Так и случилось в Ганцевичи, Новогрудке, Клецке, Незвичей и Слонями. Убежавшие из гетто потом либо скрывались где-то в грехнях, либо поступали в партизанский обряд. Обычно убежать успели молодые и большинство случая мужчин. То есть гендерский играл очень важный роль в том, кто выжил и кто нет. В Минске уже осенью 41-го года явилась подпольная организация. Активисты старались поддержать партизане в лесах и таким образом участвовать в освобождении всей страны. Они быстро установили связь подпольной организации в Неге, в русском районе. Там как их гетто собрали с основным коммунистов и людей, которые знали друг друга с предвоенных времен. Но помимо этого узники Минского гетто понимали, что основная цель немцев относительно евреев было их уничтожением. Поэтому они решили спасать как можно больше людей. И в связи с этим, например, они организовали эвакуацию еврейских детей. В частности, женщины подпольных организаций внутри гетто и в русском районе занимались передправлением детей в детские дома на другой стороне корючей проволоки. Таким образом, они спасли до 500 детей. В 3 днях также старались спасти детей. Например, Фрида Йосифовна Петко родилась в 1934 году и выросла в местечко Славное в Толочицком районе. И рано утром 17 марта 1942 года всех 150 евреев местечко немцы строили в колонну и ввели нас расстрел. К счастью, соседи успели вырвать Фриду и ее сестру и потом спрятали детей. Иногда дома у себя, иногда в хате в лесу. И так дети выжили до освобождения летом в 1944 году. Большинство евреев, которые успели убежать с гетто или с места расстрела, не сумели найти места, чтобы скрываться. Поэтому тысячи из них поступили в партизанский обряд. И как вы знаете, в Белоруссии партизанское движение числило примерно 386 бывшие военнослужащие, местные жители и так далее. Многие из них совсем молодые люди. 14 тысяч из партизан были еврейского происхождения. Леонид Гольборох, о том мы уже слышали, был один из них. В феврале 1942 года немецкий карательный отряд окружал гетто вишенковичи. Они встроили всех евреев колонну и верили их побороть в сторону леса. В 12 лет Леонид понял, что это означало конец, что их вели на расстрел, и он решил бежать. Леонид говорит о том, что им удалось в феврале убежать, перед тем, как расстреливали. Там была небольшая куча народу, белорусов, которые собирали эту одежду. и когда мы шли мимо них, я как-то незаметно шмирнув оттуда пол. И этим мне удалось оттуда потом бежать. Бежать хорошо, что это было, значит, снег был вот так, и старался обойти местечку и пойти к знакомим. Но пойти мне было за 10 километров туда. Я пришел туда к ним ночью, потому что старался не показываться, чтобы мне там не знали, могли же выйти. я ночью пришел к ним. Но я был в таком состоянии, что он не торожил. Эта бабушка держала меня на руках, а потом несколько дней я побил у них, и одна держать они не могли, потому что все там которые тоже меня знали, и я там не могла быть. Так что эта бабушка сказала, мы тебе держать больше не сможем, потому что нас тоже нам очень трудно. И я ночью ушла. Так что Ленин скитался по району до октября 42-го года, потом он встретил партизана и сначала занимался разведкой в деревне, где он жил, а потом его принимали патриот рядовым бойцом. Или нет? Таким образом был счастлив. Беженцы в гетто не всегда принимали партизанские отряды. Командиры часто решили, что они, то есть люди без всякой бояльной подготовки, являлись нагрузкой. И это прежде всего оказалось женщин и девушек. Другие командиры были антисемитии, просто не хотели иметь связь все время. И еще другие подозревали евреевскую нажу. Они знали, что евреев уничтожают, и поэтому они решили, что раз их не убили, они, наверное, помогают немцам. Все-таки значительное число убежавших из гетто поступало в партизанские отряды. Респонденты рассказывают, что для них партизанский отряд был убежищем, а также место и шанс показать их патриотическую ориентацию и чтобы отомститься убийству родственников и соотечественников. Элена Аскаровна, например, которая до войны занималась в БГТО и поэтому считала себя готова на защиту страны, вспоминает свои впечатления и желания в начале войны. Вы знаете, когда началась война, я видела, как прошли немецкие войска. Такие все были молодые, красивые, здоровые, с такой техникой. Я стою и тогда думаю, Боже мой, неужели я живу до того, чтобы увидеть ход одного пленного немца. Вот как они будут выглядеть. Понимаете? Я до этого дожила. Мы были по приоте. Я до этого дожила. И она действительно убежала с Минского гетто и поступила в партизанский отряд. Вначале командир не согласился на то, что она участвовала в боях как рядовый боец и послала ее на кухню, потом в медпункт отряда. Но она настояла на том, что она хотела участвовать в самой борьбе и наконец командир согласился. Но там были очень много женщин, которых не принимали в боевые априалии, а зато заставляли работать поваром или медсестрой, то есть выполнять женскую роль. есть сообщения о том в архивах, что женщины составляли иметь сексуальные отношения с мужчинами и шарство против своей воли. После войны это вело до того, что всех женщин-партизанок подозревали в том, что они защищали свою шкуру средством проституции. Мужчины-евреи иногда также столкнулись с ограничением их возможностей, но в другом смысле. Григорий Эренбург, молодой парень, попавший в Гетто в Бабруйске, также убежал и стал партизаном. И он говорит, что он воевал как настоящий комсомолец. Парис Каперин был тоже членом партизанского отряда, где, как он говорит, партизаны соединились из-за бескушадной ненависти к врагу и тем, кто предал родину и верно поддерживал оккупантов. То есть патриотизм для него был сделан мотивацией, но в то же самое время командир отряда предлагал, чтобы расстреливал свою еврейскую национальность, чтобы избегать неприятных ситуаций со сторон партизаном. Таким образом, он, как и Леонид Блобич, который воевал в рядах в сталинском бригаде Лепутского района и многие другие были включены в партизанские движения только за счет отказа от своей настоящей политичности. Следовательно, можно сказать, что поступавших в партизанский отряд молодые евреи смогли участвовать в сопротивлении и борьбе против нацистского решима. Одновременно, их часто напоминали о том, что они, как евреи или как женщины, неполноценные члены сообщества. И это, конечно, сильно противоречит то, что ими научились и как они воспринимали себя педагогами. Были, конечно, и те, которые не попали в боевой отряд, либо потому, что их не принимали, либо потому, что они не были в состоянии, они были из-за возраста, из-за неподподобности, или потому, что они не хотели. И так сложилось из Риты Абрамовной. К лету в 43-го года стало совсем ясно, что в Минском гетто нельзя выжить. Начиная весной 42-го года командир СС Рибера Гулиана появился в гетто, чтобы увезти жителей определенных домов или рабочих определенных мастерских и расстреливать. Рита, ее брат Криша и соседка с сыном решили убежать. В сентябре 43-го года, то есть месяц до окончательного прогрома в гетто, группа выплзла под проволокой и пошла в партизанский отряд, где они выжили до освобождения. Как большинство евреев, вбежавших в гетто Минского в гетто, они покинули гетто и попали в так называемый семейный отряд под командованием Шоуа Мазорина. Термин семейный отряд или иногда семейный лагерь употребляется для тех партизанских отрядов, которых жили бежавшие из гетто или с раствора, включая пожилые, подростки и женщин. Иными словами, эти отряды предоставляли убежище в основном для евреев, но они также играют большую большую роль для снабжения других отрядов. В Советском Союзе в целом были с 6 тысяч до 9 тысяч людей в таких отрядах в Белоруссии примерно 4 тысяч. Азуринский отряд дислоцировался на Львовской куще. Отряд был основан в мае 43-го года, когда члены подполя гетто в Минске настаивали на том, что штаб партизанского движения обязан помогать людям, бежавшим из гетто. В это время более 500 беженцев из Минского гетто скатались по лесам вокруг города. Многие партизанские отряды не принимали, силая на то, что они будут только нагрузка, они помогают нечем партизанской парке. С другой стороны, подпольщики понимали, что большое количество подросток, женщин и некоторых пожилых действительно сложно интегрировать в рядовый отряд. Тем не менее, надо было как-то ответить на геноцид, происходящий массовые дислокации мирных жителей и сиротства. В конце концов, региональный штаб партизанского движения, именно генерал Чаран-Ишев, который работал под течкой Платон, согласился. Командир Сорин через несколько месяцев руководил 100 рядов и партизан и около 500 людей, включая 280 женщин и 100 подростков сирот. Палатки были выстроены вдоль одной линии с двух сторон улицей, и они были замаскированы сиренем. А также днем партизанам не разрешалось рашид от костров, потому что боялись немецких самолетов, которые могут их обнаружить. Нельзя было протартов отрожки, это тоже могло привлечь внимание. Клятопки собирали исключительно сухие ритки, которые не давали дыма. Патриархи были сформированы боевая и хозяйственная ротой, а также подготовительный взвод. Семейная группа насчитывала более 500 человек. получила половину людей, которые были моложе 20 лет, так что там большинство детей и подростков были рядом. патриархи партизаны зорнского отряда занимались разными видами диверсии, часто вместе с другими отрядами района. Остальные занимались оборонные отряды и хозяйственные работы. Хозяйственная деятельность отряда была организована в таком масштабе, чтобы обеспечивать не только сырья, но и помогать соседним партизанским формированием. Была довольно развитая хозяйственная инфраструктура, продовольственная часть с горным двором, строительная группа, столовая, пекарня, колбасный цех, сапожная и крупняжная мастерская. У отряда тоже было старых коров 50 голов, что также помогло спасать в ближнем сетхето страдающих с дистрофией. Мельница давала до 80 пудр муки в день и ежедневно до 20 подвод из других отряда привозили зерно на эту мельницу. Был развернут госпитал, где еврейские врачи-партизаны оказывали помощь раненым, в том числе и из других партизанских отрядов. Так что в семейных отрядах собрались люди из-за их национальности, они были евреи, они убежали из нацистских гетто, и они собирались в отдельных отрядах, потому что и редко принимали советские партизанские отряды. Поэтому семейные отряда были убежищами, а также они были указателями совместного опыта, они предоставляли пространство для формирования сообщества, которого как сам до войны не существовало. Кроме того, и это последнее, что хочу сказать о отряде Зорина, отряд также, как и партизанские отряды в общем, позволяет какой-то реинтеграцию партизан на советское общество. Например, отряды открыли школу, где дети, которые до войны не ходили в школу, учились писать и читать. Преподавателями работали выпускники Минского педагогического института, например, Анна Сокарчик и Дора Соломонова. В дополнение, детям там тоже рассказывали о ходе войны, о успехах советской армии, о строительстве советской власти, о принципе коммунизма и так далее. Так что можно прийти к выводу, что образование в отряде имело разные цели. Помимо преподавания базовой грамоты, преподаватели и старались восстановить веру детей в мощность советской власти, в том числе в ее способность освободить страну от нацизма и таким образом давать им будущее. Деятельность комсомольцев в партизанском движении здесь играла очень важную роль. Академиационные материалы подчеркивали волк советских граждан о освобождении именно во имя коммунизма. А пионеры зурнского отряда, например, как они говорят, под руководством в злостях написали письмо к Сталину, в котором обещали учиться как можно лучше и сделать все возможное для освобождения Советского Союза от фашистских врагов. Одновременно с акцентом на строительство коммунизма пионерская организация была пионерская дружина в семейном отряде, комсомоль и коммунистическая партия предоставляли интерпретацию войны как борьба нацизма против коммунизма и как войны против советского населения. По какому-то мере это правильно, но таким образом также вмарчивали преследование особых групп, особых групп, как евреев, в котором участвовали и советские граждане. В заключение надо подчеркнуть, что и советские евреи имени в Беларуси имели очень маленький шанс выжить кеноцидом. Частично это потому, что было очень мало времени, чтобы развивать планы на спасение. В конце концов, роль военных методов и деятельность советских государственных учреждений спасения советских евреев различает их переживание от выживания евреев в других районах оккупирования Европы. Общее число молодых евреев в партизанском движении сложно установить. Но предполагается, что среди 300 тысяч подросток в беларусском партизанском движении было немало евреев. Именно партизанское движение способствовало спасению, наряду наряду с его вкладом в диверсию и освобождение Беларуси от нацистского режима. Все усилия, направленные на разгром оккупантов и на защиту советских граждан, опирались на взаимодействие людей разных национальностей евреев, неевреев, русских, белорусов и других. К сожалению, антисемитизм иногда препятствовал такой кооперации. Явление антисемитизма указывает на небезопасное положение евреев в советском обществе, как и в оккупации. Тем не менее, те евреи, которые выжили, смогли выжить только потому, что им помогло либо кто-то, либо потому, что они получали выгоду, даже если только маленькую, от того, что способствовала советская власть, партизанское движение. В некоем смысле, это движение напомнило устройством сообщества, знакомые с предвоенного периода, когда советские люди считались патриотами и интернационалистами. Именно поэтому я считаю, что для многих корреспондентов в 30-е годы предоставляется таким позитивным людям. Тогда мы понимаем, не было антисемитизма, не было дискриминации. Прежде всего, тогда не была война, тогда не был геноцид. Именно поэтому сталинские времена выглядят намного лучше, чем в военные годы, когда немцы убили водственников и уничтожали всяких следов еврейской культуры. К сожалению, эти счастливые 30-е годы также контрастируют в воздвоенный период, когда евреи в Советском Союзе тоже марганализировали, в частности, их профессиональной жизни, как и в рамках памятной войны. Редко поставили памятники на братских мудилах, и если поставили, то чаще всего говорилось о мирных советских гражданах, умалчивая, что евреев убили именно потому, что они евреи. Кроме того, очень столь членов семейных отрядов не признали как ветераны войны, то есть они не получали никаких пособий и югот. Прежде всего, это казалось женщине подросток, но и всех остальных, которые не воевали, но тем не менее вносили большой вклад в успех партизанского движения. С другой стороны, людям, как Леонид Булович, было трудно доказать, что они действительно были в партизанском отряде, потому что они числи под другим именем. И, конечно, таким образом также показалось, что было намного меньше евреи отряда, чем в действительности. Поэтому советские евреи одновременно присутствовали и отсутствовали в советском памяти войны. Иными словами, они присутствовали как советские граждане, но факт особого преследования как раз его фраг нацизма отсутствовал. И мне кажется, что это надо критиковать. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Может быть, какие-то вопросы? Комитарность? Какие-то моменты? Да. Можно... Я очень извиняюсь, я пришла в самом конце и, может быть, послушала. А у вас были какие-то личные причины, чтобы интересоваться этой темой? Ну, я родила в Германии, потому что я выросла немцей. и мне была интересна эта история, потому что я выросла в Восточной Германии, потом после распада в Сападной Германии, как сказать. И мы там, в школе изучают Холокост, изучают историю Второй мировой войны, а что именно случилось в Советском Союзе, там редко об этом говорят. и когда я была студенткой в Санкт-Петербурге в 2000-м году, я занималась вопросом компенсации, потому что это было после того, когда немецкое правительство решило заплатить денежную компенсацию принудительным рабочим. и мне было интересно, как относятся пережившие войны к этим вопросам. Я связалась с ассоциациями переживших Холокоста, большими прелюдительными рабочих, и мы просто разговаривали с другими другами, и потом люди начинали рассказать, что они пережили, и я решила, что надо документировать эти истории, и начинала проводить интервью с этими людьми, потому что тогда уже были старые. С тех людей сейчас рита каждого жива, все остальные ушли из жизни, так что это был последний момент, в котором можно было с ними разговаривать, брать интервью. Так что лично для меня как немка важно, чтобы у нас есть ответственность для прошлого, и чтобы вспоминать то, что мы не пережили, а чтобы понимать, почему история, как она есть. А еще расскажите, насколько я поняла, стиль работы, конкретно с этими людьми, он немного мне напомнил работы Светлана Алексеевича, вы каким-то образом к ней обращались, к ее книгам, или интересовались этой темой? Ну я читаю книги, но лично мы не знакомы. Ну я бы сказала, что у меня чуть-чуть другой подход, потому что мне тоже интересно, как люди конструируют свою память, как они делают такие выводы о том, почему они жили в 30-х годах, имя, как они жили потом. И вот Светлана Алексеевича, это потрясающая работа, но так как более описание что то, что случилось, то меньше аналогов я бы сказала, что так то. Скажите, такой вопрос, в Беларуси депортировались с Германией, с Гамбурга были очень много евреев, а были ли факты, что они спасались мартизанских отрядов, или в общем-то подчистую они оказались уничтожены, есть ли какие-то свидетельства записанные гамбургских евреев, которые выжили в Германии, интересно, как я понимаю, там было только шесть немецких евреев, которые выжили в Минском гетто, и они выжили, потому что их депортировали в концентрационный лагерь из Минска, и как я понимаю, для немецких евреев было очень сложно попасть в советские партизанские отряды, потому что они были в зонбергетто, там было как-то специальное гетто, внутри гетто, так что было как-то два проблока, и для них тоже было очень сложно связаться с советскими партизанами и со языком, так что, по крайней мере, я не знаю, что там будет немецкие евреи в партизанских отрядах, может быть. ну и продолжение этого вопроса мне интересно есть ли какие-то советские евреи, которые выжили, потому что в гамбургских я бы очень мало сидели, взаимоотношения вот этих советизованных евреев, которые уже денатонизировали, и вот гамбургских евреев, которые ищут для себя евреи, как-то проявлялись их отношения, как они складывались с отношением евреев, есть какие-то северные спорты? Там есть, но мало. В принципе, как я понимаю, там коммуникация между советскими и немецкими, или даже там тоже были евреи, есть венгрия, черных лавак, там тоже были из разных стран, были в Одно, Сиднино как-то ограничено, потому что они через проволоки как-то разговаривали друг с другами, и там есть некоторые свидетельства о том, что советские евреи стали помогать, немецким евреям. В таком случае, когда немцы привезли ценные вещи или одежду и передали советским евреям, они потом передали в узкий район, чтобы получать еду, потому что для немецких евреев было очень сложно поменять вещи на еду. В основном немецких евреев очень быстро купили, так что они так долго там не были. а там есть некоторые свидетельства о том, как они связались, но в основном это не очень понятно. не рассказывал это правило, но ты сказал, что была история о том, когда антицифория общалась по поводу выплат этих конкрибуций. и есть предположение, что многие евреи в советское время не хотели показывать, что они евреи. И пришел период этих конкрибуций, наверное, некоторые все-таки находили или говорили о том, что они евреи. Именно это отношение, какое у них все-таки было чаще всего отношение к этой выплате, и вообще как они относились к тому, что им нужно было через какое-то время показывать, что они иногда страдали, хотя они может быть это не очень рассказывали или как делали. Именно в этом была большая проблема, и поэтому я связалась с такими ассоциациями, потому что было очень сложно для людей доказывать, что они были в Гетто, что их декутировали, а при любви в Литвуде. Тоже самый вопрос. И я до учебы в России тоже занималась в Группах в Германии и мы требовали от немецких предприятий, от немецкого правительства, чтобы они искали бывших правительственных рабочих, потому что у них все документы есть, а вот для русских евреев или правительственных рабочих, для людей в Ярославии очень было сложно связаться с такими немецкими учреждениями, чтобы получать доказательства. Так что они были очень расстроены этим вопросом, конечно. Вот. Следующая часть вопроса... То, что... Да. Получается, они их находили, не воплощались, и насколько они были открыты, как мы говорили... Да. Там очень много... Мы давно обсуждали это, подробно обсуждали. Часто не в интервью, когда я снимала на пленку, а вот как-то перед чаем обедали вместе, но в основном люди приветствовали, но тоже сказали, что, конечно, это поздно, это 60 лет после конкурса войны, так что большинство из них уже ушли из жизни, так что большинство из них никогда не слышали слова извинения, что-то такого. и для них более всего было сложно доказать, что именно обыден гетто, а так что послевоенный период в Советском Союзе в этом случае не играло такого большого роли, можно так сказать. И для большинства из них в принципе единственный шанс получить такое доказательство было, если они работали вот как говорит о каждом она работала на Dark Offense это предприятие еще существует да, а вот если люди работали где-то в мастерских гетто там было очень сложно доказать и там есть некоторые списки вот с Минского гетто где числятся людей а очень многие с них долго боролись и в принципе они должны привести свидетелей что они были в гетто и работали и конечно это в 2000 в нашем году мало осталось но это отчаянный вопрос то вы в своем выступлении акцент внимания на том что в Белоруссии коллаборационисты в меньшей стиле были причастны уничтожению украинцами 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 акцент украинцами вы не считаете что это скорее результат планирования акции немецкого командования чем скажем инициатива местного населения это конечно сложно сказать и вот документов архивов об этом вопросе нельзя найти это многие ученые уже несколько лет занимаются этим вопросом я не знаю это очень сложный вопрос и я пока стараюсь понимать что именно там случилось но мне кажется что в таком случае когда немцы даже как-то расстроены в том что Белоруссия не участвует и не хотят убивать их соседей там может быть это не только в плане немецкого командования а может там что-то другое происходит дело в том что Камя я почему задаю этот вопрос назовем это так коллаборационисты белорусского происхождения сопротивлялись советской власти достаточно длительно и не уступало по по срокам сопротивления советской власти Белоруссия не уступало прибалтийским и украинским национальным национальным сопротивлением и вот учитывая это ну если конкретно разговор скажем о русской краевой обороне и вселенной последние очевидцы в 50-е годы вооруженного сопротивления против советской власти так вот я почему задаю вопрос возможно вот моя точка зрения возможно что использование восточно-славянских национальных кадров на каждой территории планировалось мельским командованием учитывая национальное происхождение этих команд поэтому на территории белоруссии предположение что работают основные украинцы и владыши вполне возможно что белорусы работают где-то на других историях прошу прощения за слово работают нет я просто имею ввиду что вот с лаквией с украины очень как я знаю там нет нет свидетельств о том что белорусы убивали евреев а наоборот есть здесь были украинцы здесь были то все вот а наоборот как я поскольку я знаю таких нет что там белорусы были на украине в Балтике так я не знаю может быть вы специалисты я не специалист но просто живя в Беларуси и Аданович в свое время писал и Корейских писал и прочее они эту тему уничтожения населения белорусского в общем достаточно плотно вернее не плотно очень широко осветили и там укроминались фамилии которые ну явно местные поэтому я не хотел бы скажем чтобы белорусы выглядели в этом отношении как Англия антисемитизм он присутствует во всем мире не только здесь но дело что частота больше либо меньше вполне возможно я не скажу что никаких холопроцентств здесь не было там были но мы сейчас знаем в архивах что там меньше по меньшей степени здесь чем в Украине в Балтике можно сократиться меньше 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 у меня очень я была очень впечатлена я почему задаю вопрос потому что я говорю что если брать витушку то мы всегда рассмотрели кино про это самое про черную кошку и место встречи изменить для того чтобы вы понимали это так об этом редко говорить так вот весь этот фильм снят на реальной основе белорусского национального полуполинистического подразделения которое планировало уничтожение Сталина то есть в основе это реальный и черное окошко это одно из подразделений белорусской национальной националистической организации нет там были белорусский полицейский это чтобы вы знали поэтому когда вот здесь прозвучало что такое меня вызвало как определенный безгадок еще не только не понимаю что люди перешедшие на сторону нацизма каким-то образом естественно вынуждены были бы выполнять те функции которые возлагала на него немецкая команда но это неизбежно то есть если они надевали форму мы положим вермахта или эсэс надевали не судьба что они естественно обязаны были бы выполнять те задания которые командовали прочим и вот тут наступает определенный диссонанс с тем что вы сказали нет там были белорусские полицейские там была белорусская администрация в городе Минска все это было это я не отрицаю но как в Америке там обсуждать этот вопрос тоже очень активно так сказать и там есть такое ощущение что там есть разница между Украиной и Белорусом и Балерейским я вот просто в продолжение вот этого же вопроса вспомню тот факт что приводился по поводу как правильно называете люди которых спасали евреев правильники мира да это количество этих людей в Беларуси тоже как-то больше чем в других странах ну больше это мне честно говоря сложно сказать но сейчас здесь говорят о том что были 800 правильников мира в Беларуси и это довольно много я сейчас не знаю номер для числа для Украины или нафии но мне кажется что если смотрим на количество населения в Беларуси да и там 800 это много это очень много мне хочется все-таки эту красивую петь ну там все знают когда нас хвалят да да немецкого слышишь и пусть ну и конечно если например смотрим вот в Украине там была упада вот такое партизанское движение здесь в таком виде не было здесь были поиски партизан которые были в сложном состоянии тоже участвовали в убийстве евреев но здесь было не такого белорусского национального движения в партизанских отрядах кроме после войны там были какие-то как я понимаю да вот а вот УПА активно участвовали в убийстве и расстрелах евреев а можно продолжение темы немножко вы затронули вопрос восточной и западной Беларуси сказали что важна восточной Беларуси все-таки отношение к расстрелам евреев в западной и восточной Беларуси вы как-то отметили для себя что есть какая-то разница нет ее отношение скажем так в католических районах и в советской Беларуси и в православных районах западной Беларуси есть какая-то разница или же она не особо заметна отношение церкви тоже интересная к евреям во время войны исследовали я лично не исследовала этот вопрос потому что я не буду об этом спекулировать по разницу между сападом и востоком сложно сказать поэтому я сказала что я фокусировала на восток и надо было как-то сравнивать сейчас у меня есть идея как-то сравнивать разные районы потому что здесь было больше до 1939 года так что там есть совсем другая ситуация по поводу еврейских организаций которые существовали в 1930 год а в Минске почти уже все закрыли а на востоке вообще они были закрыты так что там есть разница между тем как евреи жили до войны на востоке и на сападе это конечно влияет на то как они выживают какие отношения у них есть с местными жителями неевыми меня часто задает этот вопрос поэтому я уже решила что надо изучать побольше тут понятно на востоке мы начали с 17-го по 39-го в 41-й считаем больше 20-ти лет вышла идеологическая работа совершенно правая чем здесь на западе естественно возникала разница в мировоззрении и разница да и конфликты наверняка возникали после 39-го года заставить эту историю на западе на западе Мы вместе жили уже долгие годы в межвоенной Польше или наоборот эти два года под советской властью западная Грузия обозлили наследие западной Грузии по отношению к евреям. Например, я не могу сказать, что у меня есть какое-то мнение, где больше помогали евреям, западная или восточная Грузия? Это очень интересный вопрос, и мне кажется, именно эта книга, которая сегодня презентирует в Минске, это можно взять и сделать карту, где кто помогал евреям и сколько там будет, это будет первый шаг может быть. А с другой стороны, нельзя забывать, что уничтожение евреев на Востоке шло намного быстрее, чем на Западе. Так что там тоже есть другой контекст геноцид, который влияет на то, сколько евреев спасалось и сколько нет. Так что там есть разные элементы, на которые надо посмотреть. И я надеюсь, что когда-нибудь найдем какой-то ответ. Возможно, как раз живые встречи с людьми, их живые свидетельства помогут больше в этом плане, чем статистика. Да, сейчас уже поздно. Ну, тем не менее, то, что записано. Ну, к сожалению, вот такие вот проекты интервьюровать людей, спрашивать до 90-х годов редко. Ну, спасибо всем за внимание, что пришли, надеюсь, что было интересно. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ